Раненый пёс Сайгон, добродушная девочка Алабай Сури и маленький кутёнок, побаивающийся людей. Ему ещё не успели дать имя. Сейчас эти собаки в безопасности, за ними ухаживают и кормят. А ещё недавно они сами могли стать для кого-то деликатесом. На южном проезде, рассказывают работники приюта, они обнаружили ферму, которая напомнила им картину из фильмов ужасов. Там стояли морозильные камеры, в которых хранилось мясо непонятного содержания. Там прямо на полу стояла циркулярная пила, стояла мясорубка. Возле двора была найдена маленькая собачья челюсть и также хвост собаки. Там бегали два щенка. Одного щенка мы спасли себе, одного забрали в другое место. Забрали оттуда также кучу собак. Работники приюта обратились в полицию, чтобы правоохранительные органы вновь организовали проверку частного дома. В июне здесь уже обнаружили незаконный цех по забою собак. Нашли 11 живых четвероногих и уже разделанное мясо. Тогда возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Однако его прекратили за отсутствием состава преступления. Якобы собак убивали гуманным способом, а мясо продавали только для своих. Подпольную собачью ферму закрыли, но зоозащитники уверены – цех еще работает. В силу того, что прокуратура вынесла отрицательные решения, я стала периодически сюда опять заново приезжать. Наша съемочная группа отправилась на южный проезд. Хозяина фермы успеваем застать на месте. Он собирался уезжать на рынок. Уроженец Вьетнама показать свое владение согласился сразу. А мы можем с вами сегодня сюда зайти? Выходить? Посмотреть, да. Где? У вас дома. Давай. В сарае выпиющая антисанитария. В коридоре много всякого хлама и мусора. А за дверью в грязном помещении поросят и куры. В соседнем помещении морозильные камеры. И, как говорили в приюте, мясорубка прямо на разбитом бетонном полу. Но улик, доказывающих, что здесь и сейчас забивают собак, нет. Сам хозяин утверждает, что перестал заниматься незаконной деятельностью. Все, вы больше этим не занимаетесь? Никогда. Я привык вам. Вот сосед, он хорошо узнает. Мы в сетях не знаем, у меня масса. Рядом, все проверяют. Милиция приезжает? Да, ночью, ночью тоже проверяют, все проверяют. Ничего нет. Я хочу, не мешай позавтра, я хочу спокоиться. Я 55 лет, я хочу спокоиться. Подтверждает эти слова и сосед. Меня три раза понятным сюда приводил местный участковый, просил меня посмотреть. И под запись все они тут смотрели. Один раз на видео даже снимали. Все комнаты, абсолютно все проходили, ничего такого не нашли. Просьбу открыть багажник своей машины Вань Таньхау тоже встретил без сопротивления. И уехал на рынок торговать утками и зеленью. Но защитники животных продолжат борьбу с живодерами. В интернете идет сбор подписей под петицией, которая требует остановить работу цеха по забою собак. Сейчас за это высказались уже более 4 тысяч неравнодушных граждан. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.